Опаньки, друзья! Добро пожаловать в криминальный мир Мафии 3! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и мы начинаем проходить данную видеоигру. Действие игры Мафия 3 разворачивается на американском юге в 1968 году. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там будет в заставочке. Мы стремились создать реалистичный и живой мир, который максимально полно отражал бы все особенности. Нам самим расизм в выражениях, поведениях, убеждениях героев игры отвратителен. Самое главное, мы убеждены, что обойти это молчанием игру, все это замолчать, в общем, это все это очень постыдно. И до сих пор там страдают все от дискриминации, ксенофобии, предупреждений и расизма. Вот такая вот вставочка у нас своего рода небольшая. Торговая палата Нью Бордо представляет 2К Презенс. Производство Ангара 13, я так понимаю. Дядюшка Лу, Нью Бордос, современный город с традиционными ценностями американского юга. Отец Джеймс, я недооценил, как далеко он готов был зайти, на что был способен. Блин, мне Морган Фринд показался. Не забудьте заглянуть в старинный французский квартал, оценив местную кухню в любом из наших пятизвездочных ресторанов. Убить их было недостаточно. Линкольн Клей хотел оставить их с их помощью послание, или проведите день в баю, наслаждаясь великолепной природой. Линкольн Клей, объявивший войну преступности, нанес городу урона больше, чем все войны и ураганы вместе взяты. Линкольн Клей. Это наш главный герой, по-моему, если я не ошибаюсь. Сразу говорю, я толком не играл ни в первую, ни в вторую мафию, поэтому будем походу пытаться сообразить. Мать Линкольна бросила его в 47-м, через пару лет после его рождения. Говорили, она была доминиканкой. Я всегда считал, что отец у него был белый. Я так полагаю, эту игру будет нам историровать, а возможно даже итальянец. Впрочем, какая разница, в те времена было так. Выглядишь как черный, значит черный. Думаю, что и сейчас так же. В приюте он пробыл до 1958 года. Как вы познакомились с Линкольным Клеем? В 1966-м я проводил спецоперации с базой в Лаосе по поручению ЦРУ. Мне его выдали из Объединенной оперативной группы ЦРУ и Министерства обороны США. Он был тихим. Хорошим мальчиком. Два пурпурных сердца, бронзовая звезда, крес за выдающиеся заслуги. Он служил в своей стране с честью и достоинством. После того, как городские власти закрыли приют, Линкольн связался с Сэмми Робинсоном. Сэмми был главарем черной банды в Дел Рей Хэллоу. Не могу сказать, что я это одобрял, но в те времена у цветных мальчишек из приюта выбора особо не было. Мальчики вроде Линкольна, брошенные родителями, всегда ищут дом. Ищут, где бы их приняли как своих. Думаю, именно это он их хотел найти в армии. Да, я чувствую, будет интересная история. Проблема в том, что однажды, потеряв свой дом, больше его уже не обретешь. Вернувшись с войны, он снова связался с Сэмми. Сэмми тогда был должен итальянцам кучу денег, и ему была нужна помощь Линкольна. Очень жаль, что все так случилось. У меня сердце кровью обливается. Ньюборда, Луизиана, 1968 год, 27 февраля, праздник Мордига... Гра? Или Га? Да, шо-то его знает. Так. Ага. Нет, что я не говорю, это самая чокнутая история в моей жизни. Использовать настоящие деньги для граммей. Слушай, это не наши бабки, а скалеты. И вообще семечки по сравнению с тем, что мы оттуда вынесем. Это все, что мы должны спалить? Да, это все. Возьми ключ от грузовика и валим отсюда. Начинается, я так полагаю, все здоровски у нас с ограбления. Ну, давайте будем двигаться. Надеюсь, лагать сильнее будет. Линкольн, ключи забери. Что-то как-то все немножечко трясется. Хотя, вроде как, 30 выдает. Ну, фиг его знает. А, ключи там находятся. Эх, ты че сейчас за херня была? Я моя. Так. Не уверен, стоит ли его так оставлять. Он грузовик пригнал, как мы и просили. Даже напарника пришел, чтобы все выглядело как нужно. Но если сомневаешься, зачем рисковать? Так. Ага, мы взяли как бы тело. А нафиг нам тело? Погодите, нам тело не надо? Во. Сесть в броневик. Зачем рисковать заданию? Ладно, не сойди с ума. Че это такое? Эх. Ну, вот и дело с концом. Вот черт. Блин, нифига себе. Хоть бы ввели бы в курс дела, че нажимать его. То тело подел, то пристрелил этого нахрен. Охренеть. Нам пора валять. Ключи у тебя. Можешь стадиться за руль. Давай нахрен сваливать отсюда. Блин, он бежать может вообще? А, я могу нажать на Ctrl, и он вообще как-то так вот. В принципе, можно и геймпад порой подсоединить. Ну, пока я не вижу смысла. Один фиг, что там, что тут не описывается толком. Че-то, блин, столько маркеров повсюду. Хер поймешь, что это значит. Удерживать газ. W, задний тормоз. Вот че это в лево-нижнем углу? Там какие-то... Ноль, ноль. Последние три. Непонятно. Ладно, поехали. И... Поедешь в город, веди аккуратно. Нам только копов не хватало. Угу. Давай. Отец хотел, чтобы мы оставили в живых одного охранника, чтобы сбиться от следов федералов. Как ты сам говорил, зачем рисковать? К тому же, если я что-то во Вьетнаме научился, так и тому, что предавший один раз, предаст с удовольствием и второй раз. Да еще и поимеет тебя в процессе. Смотрите, тут такие типа маркеры классные. Так скажи мне, что было самое ненормальное всего этого? Тебе лучше не знать. Слушай, друг, я честно плачу налоги. Я имею право знать, на что идут мои деньги. Джорджи Маркана платит налоги. Да, конечно, забыл, что алькафоны посадили. Я из-за грёбной декларации сесть не хочу. Ну что, на мой вопрос ответишь? Мы были на побережьях в Вангане, эвакуировали гражданских, пока вьетконговцы не пришли. В общем, сажаем их на медицинский катер, и тут подходит эта баба в одной руке ребёнка, в другой свинья на поводке. Она идёт к трапу, наш парень из военной полиции и говорит, что с собой можно взять только кого-то одного. Она выбрасывает в воду ребёнка, и парня сносит на крышу. Он приказывает кому-то прыгнуть за ребёнком, и говорит, бабе, какого чёрта она творит. Знаешь, что она ему сказала? Сказала другого рожу. В богу душу, мать! Ну, ты сам спросил. Да я думал, ты расскажешь про кого-нибудь узкоглазого, у которого хер бомбой оторвало, или типа того. Это чёрт возьми. Она ведь не виновата, ты просто не понимаешь, там такие условия. Господи Иисусе. Слушай, вот ты живёшь, скот пасёшь, рис растишь, а на другой день у тебя всё разбомбили. Если человека прижать к стенке, он что угодно сделает, чтобы выжить. Надеюсь, это была самая вкусная свинья на свете. Да, одна история охерительнее другой. Короче, ну надо добраться. Забавно тут эти вот сделанные, как бы, навигации вот этого по карте. То есть, справа где-то рядом со столбом появляется, я так полагаю, чисто с правой стороны. Блин, ещё эта камера поворачивается. И указывает, куда нам ехать. Это довольно-таки интересно. Ну, немножечко непривычно. Как-то. Чё-то как-то ещё трясётся. Как-то, я не знаю, трясётся всё. Это караул. Блин, может, я геймпад подключил и... Как бы, это самое? Не знаю, конфликт какой-то идёт. Может, у меня одновременно сейчас вместе с клавомышью с ума сходят. Вот у меня всё и трясётся. Фиг его знает. Мафия. Да. Музыка играет. Э-э-э, нахер я пистолет-то достал. Взял пистолет, достал. Обалдеть просто. А самое, что интересное, кстати, друзья. Самое, что интересно. Я запустил эту игру. Мне сходу без главного меню. Без ничего. Вот прямо сходу в шарах и игра пошла. Графику толком я единственное, что мог настроить там по большей части. Так это... Ну, там пять пунктов или шесть было. И то в отдельном окошке. И всё. Блин, не врезаться бы к чёртовой матери. Э-э-э! Тихо-тихо-тихо-тихо. О-о-о. Всё, нормально, несёмся так. О-о-о-ой-ой-ой-ой-ой. А-а-а, нахер подавили народ. В сторону. Нифига себе, ещё и в живых остались все. Так, я думаю, не будут очень рады тебе волыной. Я просто оставлю под сиденьем. О-о-о-о. Блин, нифига себе, занесло круто как. Так ощущение, что машина как будто маслом намазана. Пора проверить, что стоят эти подельные документы. Ну, давайте проверим. Ну-ка. Ага. Ага. Сюда и назад к загрузочному доку. Хм. Про каналы. Некоторые из этих парней иногда выражаются грубовато. Думаешь, меня раньше никто ниггерами называл? Я знаю, просто хотел сказать, что если я подыграю, то не обижайся. Единственное, что меня волнует, это добыча денег. Угу. Выйти. Ф. Ну-о-о. О-о-о. Это меняет все. Если скажу что-нибудь пожару, то не горячись как бы. Ладно. Войти в здание казначейства. Блин, это что сейчас за херня такая была? Это стене такая, да? Хрень. Приложить удостоверение личности к стеклу. Мы инкассаторы. О-о-о. Какого черта этот говнюк тут делает? Равноправие и все дела. Сам понимаешь. Вся страна вокруг туалета крутится, мать его. Слушайте, а главный герой такой крепкий, да? Посмотрите на него. Крепко сложен. Ничего не скажешь. Так, ну и че? Давай за мной. А ты иди и забери мешки с грузовика. Снесешь их в комнаты с печью. Сколько тут всего? 238 тысяч 546 долларов. Почти все мелкими купюрами. Я скажу мисс Гейл, чтобы позвонила нам в офис, когда мы тут разберемся. Она подтвердит доставку. Спасибо. Все, понесли. Понесли. Аккуратненько. Блин, у меня че такое чувство, что реально что-то на косяк. Смотрите, нет свидетелей. Надо проверить этот таблес. Оружие у тебя есть? Я еще учусь. Хорошо. Одной чертовой заботы меньше. Заберешь на выходе. Нет свидетелей. Забавно, да, показатели? То есть тут как будто уже Минстелс присутствует. Комната с печью внизу, в подвале. Сюда. Не видел вас тут раньше таких. Я на время в Джороджио уезжал. А он только отслужил. Мой кузен сюда уже год пытается попасть. Два срока на флоте отрубил. Медалей нахватал, вешать некуда. Правительство ему типа спасибо, конечно. Но нихрена. Да это полное дерьмо. Тупее не придумаешь. Печальный этот день, когда богобоязненный белый человек работу получить не может. А любого нигера сходу берут. И... А музыка играет какая классная. Ну-с... Я здесь. А, все, он открыл. Молодец. Надеюсь, вы придурки делом там заняты. А не черти чем. Да иди ты. Господи, да посмотри. Я не знал, что у вас тут столько золота. Вашингтон его туда-сюда перемещал за войны. Сперва все тут. А затем едет в Даллас, потом обратно сюда. В этом ни хрена нет никакого смысла. Ну, вот мы и пришли. Все. Ну-с. Куды? Сюда? Положи мешки там на стол, говорит. Ща. Все сделаем. Так. Раньше никогда этого не делал. Всегда думал, что это печь больше. Только дело делает свое. Только дымоход иногда забивается. Черт. Жарковато тут. Мы раньше углем пользовались, но с год или около того на мазут перешли. Огонь держит более-менее ровно. Заявился нам домой какой-то тип, пытался меня убедить. Сказал, что надо перейти на мазут. А мне тем временем предлагают бесшумное убийство. Устранение сделать. Давай-ка. Опа-на. Черт. Нихера себе я его. Ну и козел он был, а? Так, надо идти. Могут появиться. Устранить охранника. Погоди секунду. Давайте-ка... А, нет. Хрен из-2. Ты возьми на себя охрану. Преследование. Вот, 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 смотрите. Режим. Я знаю, что я делаю, мать твою. Ну-ка. Сейчас разобраться с охранниками. Левый контрол. Чтобы укрыться. Звони. Вчера я говорю, что хочу продать, так что пусть в течение двух недель съезжают. Вот. Так. Опа-на. Эээ, ты как меня увидел-то? Тихо-тихо-тихо-тихо. Черт. Вколоть адреналин. А как он меня так запалил-то? Я уже все сделал... Эээ, тихо. Он вообще стоял туда, смотрел какая-то хрень. Видимо, в самый последний момент его увидел. Вы тяжело ранены. У вас мало здоровья. Ну, быстро оно ушло. Займите укрытие, пока не установите здоровье. Или вколите адреналин. Укрыться. Контрол. Вколоть адреналин. Давай, на, 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 блин. Все. Опа-на. Охерительно у нас по стелсу все получилось. О, дайте автомат возьмем. Пошли, чувак. Деньги сами себя не украдут. Тихо, дай я автомат-то возьму хоть. Во. Перемещать, перекрестие. Ну, вот это, наконец, другое дело. Блин, ну, конечно, главный герой у нас терминатор какой-то. Просто его из автомата очередь высадили. Ему вообще достроить. Адреналин вколол, ладно. Крутим. Ну. Быстро оно уходит, здорово. Надеюсь, комбинацию, которую достал Скалета, сработает. Он вообще ему пофиг. Ну, в рукопашке он нехило, конечно, дерется. Ну. Взломали? Господи, ну ты и сконцентрировался. Будь я проклят, ладно. Давай, Годзилла. Господи, я подумал, не получилось. Так. Что там у нас? А денег сейчас и нету, прикиньте, да? А, ух ты, нихера себе. Твою ж мать. Вы как собираетесь это нанести? Красотища. Так. Тут я всем займусь. А ты снаружи тащи все, что можешь. Только. Как только пара не с буром пройдет насквозь. Зачем все это сбрасывать? Блин, нахренеть. Фига себе, сколько бабок. Эх ты, елки-палки. Черт. Ты сигнализацию заделал, мать твою. Черт. Откуда мне было знать, что это решетка на другой системе? Ладно. Будем сдерживать охрану, пока Дэнни бурит. Эй, у нас тут все выгорит. Блин. Мы и так раньше запалились. В принципе, ты... Нам-то теперь не привыкать. Защитить Джорджи. Давай, на тебе. Эх ты, зараза. Блин, ну и чувствительность здесь. Блин, они тоже терминаторы какие-то. Блин, а как же мне попасть-то? А, все. Так, второй у нас где-то здесь. О-о-о. Блин, кончилось. Давай, 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 давай. Ах ты, зараза. Ну и чем мне тебя мочить-то? У меня патронов нет. Уйду в ближку. На, на, на тебе. Опа-на. Опа-на. Блин, он еще и не подбирает. Так. Так. На тебе, все. Есть. Помощь в прицеливании. Низкий, высокий. Блин, я вообще ее отрубил, по-моему. О, нет, я на минимум поставил. Но все равно, в принципе, что есть, что нету. Как-то это самое. Кругом терминаторы какие-то. Даже в 68-м гуляли. Единственный шанс отсюда выбраться, добраться до оружия и взять стволы. Вскрывай дверь. Я прикрою. А, о-о-о, наконец-то. Мой старик на говно и зайдет, когда об этом узнают. Черт, черт. Давай, открывайся, мать твою. Выломай дверь арсенала. Давай, дай сюда эту штуку. Айдайди, сейчас нахер сломаю. Меня пулю не берут. О, взлом замков. О, господи, еще их взломать будем здесь. Нифига себе. Это первый. Обнажите замок. Передвигайте курсор. Пока он не окажется в зеленой зоне, затем нажмите левую кнопку. Выдавите, нажмите, когда индикатор находится в зеленой зоне. Так. Блин, а как тут? Есть. Все. Нет, тут надо на геймпаде играть, по-моему, ребят. Что-то вообще, короче, как-то это. Да, блин, да он... Что, я... Во, я пулемет еще взял. Ой, и аптеку. Давай, хватай аптеку. А ему... Он не хочет хватать аптеку. Он, видимо, нормально себя чувствует. И пофиг, что у него там. Кидает дымовую, говорит. Че? Тыщи эти ребята повсюду. В Вьетнаме бывало и хуже. Немного дыма я. Стой у сейфа, следи за буром. Я разберусь с этими говнюками. Они еще и в противогазах. Че такое? Че случилось? У Сами везде были свои люди. Он работал в химчистке, стимул форму, которую в день ограбления надели Джорджи Маркана, Линкольн, Клей. Другой был уборщиком в федеральном казначействе и нарисовал там какую-то херню. Ограбление казначейства было идеально спланировано и было бы невозможно без участия Сэма Робинсона, Линкольн и Клей, остальной черной банды. Хм. 68-й год. Неделя до праздника Мардигра. Так. Блин, я туда-то уже забыл, е-мое, в свете последних событий, че там было. Только из Вьетнама? Так точно. Это, скорее всего, док. Я сам на Тихом океане воевал, морпех. Поверь мне, оказаться дома еще не значит вернуться. Понимаешь? Местные люди, они... Они не понимают. И никогда не поймут. Ты, главное, не вязывайся ни во что. О! Так, а это кто такой? Извини, я опоздал. На мосту задержался. Да ладно, проехали. Простите, сэр, я ищу своего сходного брата, Линкольна Клея. Вы его не видели? Псих, который взрывался, если хоть на минуту опоздаешь. Поцелуй меня в жопу. Вот он. Так это брателло. Как доехал? Впервые за 4 года ко мне не приказывали. Мне не приказывали, куда ехать и что делать. Так что, никуда. И это классно. Что у старика нового? Черт, про отца лучше не спрашивай. Ему давно пора вытащить голову из задницы. То есть, как обычно, ты себе не представляешь, брат. Твою мать, Элис. Она отлично выглядит. Прямо совсем не изменилась. Даже я услышал, что твою тачку лучше не трогать. Ну что, я готов ехать домой. Фига себе. Едем домой, значит. Задать маршрут. Нажмите тап, чтобы открыть карту. Затем нажмите левую кнопку мыши в точке назначения. Выберите задание на карте и нажмите задачи. Ох. Охренеть просто. То есть, нам тут путь надо до дома. Где дом-то? А, вот он, наверное, да? Нью Бордо. Доехать до бара Сэмми. То есть, вот так вот мы указали. Кстати, можно глянуть, какая карта тут вообще по размерам-то в этой игре. Ну, тут как бы что-то куда-то ведет. Ну, в принципе, так полагают и все, да? То есть, не так-то уж и много здесь места. Хотя, хер его знает, ребят. Что-то тут как-то вот влево так вот уходит. Непонятно зачем. Может быть, откроется, учитывая, что здесь какая-то, видите ли, немножечко полупризрачная. Это может быть даже и открыто, кстати. Кто знает. Во всяком случае, вода сюда здесь заливается прямо по всему городу, как бы. Интересно, тут на чем можно будет разъезжать, плавать, летать. Ну, по ходу дела посмотрим, естественно, все это дело. Ну, а пока, друзья, я думаю, давайте здесь мы на этом закончим и продолжим уже, как обычно, все в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Ставили пальчик вверх. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам. Всем пока!